Во Дворце Творчества Детей и Молодежи состоялась торжественная церемония награждения членов военно-патриотического клуба «Жаск-Ран», занявших первое общекомандное место в шестых общереспубликанских военно-патриотических сборах молодежи «Айбен-2020». В ходе мероприятия победителям республиканских соревнований были вручены грамоты и благодарственные письма Министерства обороны Республики Казахстан и Акима города Семей. Также во время честования команды были отмечены руководители учреждений, принявших активное участие в подготовке ребят. В мероприятии, прошедшем с учетом действующих ограничительных мер, приняли участие начальник Департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области КРБ Каирканов, заместитель Атима Семея Айдар Садырбаев, представители отдела образования и директора школ. Поздравляя ребят с победой, они отметили, что команда «Жас-Кыран» города Семей является фаворитом военно-патриотических сборов областного масштаба, поэтому высокие результаты, достигнутые на республиканском уровне, свидетельствуют о серьезной подготовке «Жас-Сарбазовцев». Как говорил наш народный батыр Бауржан Мамушулу, необходимо воспитывать в молодежи героический дух. Мы, старшее поколение, должны постоянно воспитывать подрастающее поколение в этом направлении и не забывать об этом. Я от чистого сердца поздравляю вас с этим достижением и желаю здоровья и успехов в учебе. Совсем недавно мы, провожая их, желали им удачи и были уверены, что наши ребята оправдают надежды своих земляков. Сейчас мы рады, что наши «Жас-Сарбазовцы» показали высокие результаты. Поздравляю вас с победой и желаю достижения новых вершин. Надо сказать, что в республиканском военно-патриотическом сборе, который прошел в онлайн-формате, участвовало 17 команд со всех регионов страны. При этом особенность сборов этого года заключалась в том, что в каждом виде соревнований принимали участие все члены команды. Во время сборов они продемонстрировали отличную физическую подготовку, интеллектуальные знания и творческие способности. Особенность этого года была в том, что ребята принимали участие во всех этапах. Раньше в каждом из них выступали по одному парню и одной девушке. В этом году выступали все 15 членов команды. В этом году было 10 видов состязаний. Среди 17 команд мы заняли первое общекомандное место. В ходе торжественной церемонии не остались без внимания те, кто помогал ребятам в процессе тренировок и подготовки к сборам. Директора школ и руководители военно-патриотических клубов, а также представители городского управления по делам обороны, были отмечены медалями, благодарственными письмами и грамотами. В свою очередь, сами жарсарбазовцы говорят, что большую роль в достижении высокого результата сыграли ежедневные тренировки, а также помощь и поддержка военруков. Мы очень постарались. Мы эту победу посвящаем 175-летию Абая Кнабаева. Я думаю, что мы защитили честь Восточно-Казахстанской области. Эта победа нам далась нелегко, и мы очень гордимся этой победой. Хотим сказать всем спасибо, кто нас поддерживал. Это в первую очередь наши военные руководители, а также Акимат. Кроме подарков и грамот от Министерства обороны, члены команды ЖАСК Иран и их руководители по военно-патриотическому воспитанию были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Также каждый из победителей получил в награду электросамокат. В будущем жасарбазовцы поставили перед собой цель стать обладателями гран-при военно-патриотических сборов Айбын. Самат Сикенов, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей.